а здрасте друзья всем привет улей у нас продолжается золотой колос и продолжаем и ровно же с того же места на котором закончили прошлую серию прошлый раз мы тут много всего распродали то что нам не нужно единственное что я забыл продать рисовые чеки мы их продадим когда нам придет ответ по какому-нибудь из полей у нас еще висит заявка на 4 9 и 10 полям как ни странно моих захотели купить чтобы все было рядом с домом что ли а также у нас еще висит несколько контракт в которые нам надо будет сегодня сделать и на некоторые из них уже довольно таки мало времени осталось хотя там 19 часов слушайте нормально какой-то контракт на баклажаны мы просто про срем да потому что они не вырастут просто тупо не вырастут но это уже знаете ли потом издержки и так далее короче наша цель сегодня добить поля подготовить их к посеву и первое что мы делаем это перематываем время но еще наша задача разумеется продать продукцию которая идет у нас по контрактикам чтобы заработать деньги а вот и первый ответ на запрос разумеется мы сразу же идем в риэлторское агентство вот она посетить и нам пришел ответ по поводу поля номер 4 318 тысяч у него стоимость рыночная 350 его продают отличная цена просто мы разумеется соглашаемся и заодно раз уж мы здесь то мы продаем рисовые чеки 12 13 и 14 поля все продаем и соответственно у нас произошел скажем так обмен такой получается да теперь в наших владениях 4 5 поля и разумеется их надо объединить поэтому поехали на базу и будем этим заниматься объединять наши поля мы разумеется будем с помощью нашей вальтры нашего такого вот замечательного плуга сегодня она нормально так поработает это вальтра куда от этого не денешься мтз к еще с удобрениями тоже нам сегодня поможет много в чем потому что все эти поля они в херовом скажем так состоянии за ними никто не ухаживал что было прямо до хренища урожая а мы будем мы хотим чтобы урожая всегда было много поэтому поэтому да и валерон чеки разумеется нам сегодня помогут все это дело по объединять слушайте наверно вперед надо было навеску ставить я что-то как-то привык без нее работать эти поля уже засеяны на одном растет картоха на другом чет другое что у нас тут растет ячмень засеяна но мы не будем ее собирать мы все это дело перепашем нахер соответственно опускаем плуг и погнали все вот это вот объединяем благо тут нельзя пахать за пределами полей поэтому есть возможность сделать все это ровно даже без компаса так у меня не получилось можно вот немножко вылезти и все будет ровно и четко в любом случае дальше у нас будет валерон это все делать но ему надо задать какие-то более-менее границы валерон то быстро все сделает в этом я не сомневаюсь валероны трудятся быстро правда вот поле ему потом пахать вот это все это уже займет какое-то время но ничего страшного у нас знаете ли целый день есть на то чтобы все это сделать я думаю трех вот таких вот проходок будет вполне достаточно вообще как бы с учетом того что здесь нельзя пахать за пределами полей можно было и валерона сразу же ставить но знаете ли привычка старая привычка делать все именно вот так поэтому продолжаем делать именно вот так да интересно как в 19 ферме это реализуют этот скрипт того что нельзя пахать за пределом полей видите мы проезжаем а он все равно паши только там где можно там где можно объединить это кстати классно мне вот эта система очень нравится честь и хвала манускриптом в очередной раз я это говорю ну потому что они действительно молодцы опаньки на 9 поле пришел запрос это хорошо сейчас мы тут поставим валероны пойдем в риэлторскую контору и расскажем им что мы хотим сделать девятым полем а тут пока что надо как-то вот это вот все сделать я думаю столько вполне хватит можно и валерона загружать которые работать у нас будет примерно вот отсюда наверно да хотя вообще правильнее конечно с угла это все делать поэтому мы с угла и запускаем валерона в общем-то он погнал объединять это все дело это все безобразие а мы тогда пойдем в риэлторскую контору в риэлторское агентство потому что поле номер 9 рыночная стоимость 145 тысяч за 159 мы его покупаем нормально меня устраивает замечательно просто замечательно а все у нас 10 кстати тоже уже приобретено можем приниматься за работу 8 9 тоже надо объединить вспахать в общем-то работы валом объединить поля мне кажется довольно таки быстро получится у нашего вот этого товарища разумеется все вот эти вот поля требуют вспашку и разумеется все они нихрена не удобрены по поводу 18 поле ничего не решили в комментариях ничего не написали наверное моего тоже перепашем короче вальтер у нас работает а мы пока начнем контракты выполнять почему бы и нет возвращаемся на нашу базу там она стоит поезд которые на котором мы повезем рожь мы заодно тут прикупили вагончиков дохренище классные вагончики залазим в наш поезд вопрос сколько нам надо же рожь 332 куба заводим поезд 332 куба это три полных вагона и один неполный начинаем загрузку тогда у нас тут уже все припарковано все готово ржи у нас благо хватает загружается только он падла долго но ничего страшного и повезем мы это все дело в порт это кстати довольно таки неплохо поскольку порт это то место где у нас идет загрузка всех овощей вопрос только не остались ли там на путях прямо наши вагоны с этим сам со всей утварью в коробках потому что я их мог оставить прямо вот на путях они сейчас будут мешать мне проехать где тут наши теплички замечательная да я их так и оставил принципе это не особо большая проблема мы их оттолкаем временно вот на этот вот путь на бетонный завод затолкаем просто да когда уже сюда приедем сейчас голова закружится так быстро бегать что у нас тут по пахоте сколько тетя вообще понты осталось мне кажется закончишь это до того как я поезд загружу быстро работает парниша что поделать кстати говоря а насчет поставим еще один вагон грузится надо же еще и поудобрять это 4 5 поле но сперва до загрузка загрузка ржи это долгая история всегда рожь загрузить давай грузись а нам надо поставить еще мтс q которая будет все это дело удобрять вот она у нас тут есть такая прекрасная с удобрял очкой заправленная все с ней хорошо во и в ней еще полный бак удобрения вообще прекрасно его же теоретически должно то хватить на 4 5 поле то хотя в любом случае ставить удобрение нужно только после того как поля объединяться да вот так вот это работает сейчас придется мтз шки и вальтри покататься между этими полями потому что мы сначала оба объединяем а потом все пашем только с парниша стой здесь ты жди у тебя здесь скоро придется работать да посмотрим сколько там тебе осталось тебе уже почти нихрена не осталось тоже последнюю проходку идешь какой-то молодец мы тогда будем ставить пахоту точнее не пахоту а удобрение в итоге вот этот парниша у нас пошел удобрять поле у него обязательно это получится он это быстро сделает а вот этот парниша его мы перегоняем чтобы объединить 8 9 поля да не немножко неправильно я здесь выехал но ничего страшного это все моя территория до поля здесь можно расширять я знаю об этом можно купить расширение полей но я не хочу этого делать кстати у нас остался миллион денег после покупки полей после всех этих манипуляций и меня это конечно же несказанно радует значит нам хватит денег на на все короче да вообще девятое поле тоже относительно далеко находится от базы но не так далеко как 37 поэтому сюда мы тоже можем без проблем ух ты же как тебя носит то падла до без противовеса ему трудновато в любом случае сейчас мы все это пообъединяем немножко кривое расположение этих полей но ничего страшного наши валероны умные они справятся без проблем давай-ка сейчас мы те вот тут все это дело обозначим а чуть-то еле едешь то неужели в горку настолько тяжело тебе вроде не должно быть прям тяжело не на 8 километров в час это прям вообще беда я ж не думаю что тут грязь какая-то хотя может быть есть может быть и было хотя вроде как и нет не знаю ладно едет как едет мы опять таки как я уже говорил не никуда сегодня не торопимся серия скорее всего будет очень длинной но вы же любите длинные серии правильно хотя может и не все любят по крайней мере времени на записи потрачу очень дохрена это прям точно ладно в любом случае это все у нас такое надо ставить валерона я думаю что у него все получится в лучшем виде то тоже не так много времени должно у него на это все уйти поэтому пускай работает а мы пойдем посмотрим как идет как дела у наши удобрялки чем тут уже он слушать он пол поле уже захерачил красавчик 15 процентов удобрения на это потратил 16 нормально тут все хорошо погнали тогда загружать поезд у нас тут еще поезд не загружен мы тут делаем 500 дел одновременно до приходится за всем вот так вот одновременно следить стоит заведенный поезд жрет топливо не знаю зачем он заведенный стоит но ладно соответственно загружаемся вот в этот вот замечательно красненький вагончик это наши новые вагоны мы еще немножко докупили вагончиков вместо вот этих полу вагонов которые которые у нас были до этого на которых мы грунт возили на тепличке загружаемся сейчас самое время посчитать сколько нам нужно еще в 4 вагон загрузить потому что я чет не могу посчитать нормально голова знаете ли вообще не работает но если воспользоваться калькулятором то мы получаем 50 кубов последний вагон соответственно следующий вагончик тоже пододвигаем и загружаем его аккуратненько до дело все в аккуратности делаешь аккуратненько и у тебя все хорошо получается калькулятор сказал что 50 кубов надо загрузить я в принципе ему верю поэтому загружаем 50 кубов простая математика еще 76 у нас остается 66 простите пока она загружается в последний путь смотрим чё у нас чё у нас чё у нас чё у нас на полях до миш интересно на не сильно много изменилось тут до сих пор примерно та же самая половина мтожка ездит удобряет и она молодец ничего не скажешь на восьмом-девятом у нас работает вальтер который объединяет поля там тоже валерончик во всю пашет а вот он кстати почти закончил в любом случае это поле нужно сначала удобрить перезачем его полностью пахать хотя с другой стороны можно перегнать эту самую вальтеру сейчас на 4 5 поле и пустить его пахать полностью тоже сэкономим на это немножко времени так что давайте мы секундочку подождем пока он закончит все это безобразие да вот так вот в автоматическом режиме у нас все объединяется и ровненько все круто меня это несказанно радует как обычно вот так вот все красавица просто соответственно едем теперь обратно на 4 5 поле до потом поедем сюда тоже самое с мтз к нам будет ездить туда-сюда обратно никуда от этого не денешься я вот думаю что у нас немножко не хватает тракторов потому что ты сейчас у нас есть дохренища времени чтобы все хотя не знаю ладно будем смотреть как там в следующий раз у нас все будет происходить просто посев у нас не каждый день проходит хотя может быть будет и каждый день будем смотреть по контрактикам как там что будет как нас насколько быстро у нас уборка будет проходить еще всех этих полей посев то ясен пень будет относительно долгим но насколько посев будет дольше проходить ежели уборка вот в чем прикол да мтз к там тоже уже почти закончила ну ладно это зажка не сильно торопится вальтру мы отправляем и ну ё-моё но вот валера насчет и начинаешь что то это вот за вечно вот эти круговороты тракторов я не понимаю давай он есть нормально а мы поехали у нас там все загрузилось мы поедем сейчас в порт еще и на паровозе к покатаем слушайте какая сегодня прекрасная серия и пашем и удобряем на паровозе как катаемся только как нам залезть в этот самый паровозик он очень неудобно стоит в залез красавчик соответственно жд маршрут жд маршрут ферма порт и погнали а вот знаете ребята тут и косяк пошел я это не подумал что мы задним ходом то будем цепляться я-то думал мы болен я думал мы туда передом подъедем и соответственно отцепим эти вагоны локомотивом затолкаем на соседний путь черт надо куда-то вот это вот все безобразие отгонять да там еще время идет что он с по светофорам тут зеленый ладно немножко зайдем назад и едем обратно на ферму со стрелки просто с этого беремся хотя можно и так кстати уехать да у нас тут еще три минуты остается я за три минуты боюсь я не хотя да и успею туда доехать любом случае нам нужно отцепить вагоны и локомотивом туда съездить отдельно черт я на мосту остановился сейчас и хрен еще в эти самые они отцепилась все нормально ладно полетели попытка номер два черта он не едет вперед что за херня такая он не переключается видите вот же срань то ладно едем обратно сбрасываем маршрут и пробуем еще раз черт что-то сегодня пошло не по плану как будто там стрелку перевели но не перевели обратно черт ладно также до маршруты отменяем маршрут и заказываем его вновь да это так работает наверно не знаю по крайней мере посмотрим попытка номер три добраться до порта счет все не слава богу серия и Продолжение следует... Вообще, знаете, друзья, раз уж мы здесь, то, мне кажется, имеет смысл, может быть, и контракты выполнить, которые у нас здесь хранятся. Баклажаны и клубника. Вот начнем, давайте, с клубники. Клубнику нам надо ввести на ЖД-станцию. Давайте ее загружать тогда. А у нас клубники нихрена и нету. У нас же растет клубник, это я надеюсь. Заводы, тепличный комплекс. Да, две теплицы с клубникой у нас растет, должно в итоге потом хватить. Баклажанов у нас 102 куба всего. Слушайте, нихрена мы это и не сделаем. Понятно. В общем-то, убираем этот поезд просто с пути и все. Надо ждать созревания. Просто отгоняем его тогда на соседний путь, на бетонный завод. Там его будут охранять владельцы бетонного завода. Никто не стырит наши вагоны. Вот так вот, да. Пускай здесь этот состав и хранится. За забором. Вот тут вот ходит какой-то Валера, который будет все это дело охранять. Отцепляем вагончики. И вроде как пора ехать, но у нас там МТЗшка завершила работу. Поэтому надо ее переставить. Как нам добраться близко? Да, это не близко, а быстро. Да, все у нас удобрено. Здесь красотища. 1900 литров удобрения у нас осталось. Но мне кажется, это поле четвертое-пятое намного больше по размеру, чем восьмое-девятое. И чуть больше половины бака было истрачено. Соответственно, должно хватить на восьмое-девятое поле того, что осталось. Поэтому я вот такая вот ленивая жопа не поеду дальше заправляться. Да уж, пахота проходит довольно-таки долго. Ну а что поделать? Что поделать? Еще перегонять технику с поля на поле тоже долго будет. Но в любом случае намного ближе, чем на тридцать седьмое поле. Потому что туда ездить вообще просто край как далеко было. Это был просто атас. Но здесь понятно, МТЗшка еще 40 кмч всего едет. Не знаю, чем МТЗшки так нравятся людям, когда есть вон Вальтеры и Джон Диры. Ну Джон Диров здесь в этой игре конечно нету, но все равно. Смысл-то вы поняли? Так, и наверное лучше удобрять начать с другого конца. Потому что тут немножко кривоватое поле получилось в итоге. Да, вот отсюда. В общем-то этот парниш у нас тоже пошел удобрять. Красавчик. Да, просто красавчик. А мы возвращаемся к паровозику. Да, паровозики. Где там наш паровозик? Он на бетонном заводе был. Вот он. Во. Залазим сюда. Я почему-то захотел его завести, хотя он уже был заведен. И мы едем с порта на ферму обратно. Да? Такой вот простой маршрутик. И полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот друзья, мы и прибыли. Соответственно, теперь можем спокойно выгружаться по очереди эти вагончики. И выполнять контракт на рожь, который у нас уже висит довольно-таки давно. Сейчас потиху все сделаем. Да? Этот вагон у нас есть. Соответственно, давайте следующий выгружается. Но благо быстрее, чем загружается. Не надо миллион лет ждать. Хотя все равно это тоже довольно-таки долгий процесс. Но уже. Неужели там не попал? О, да. Миллиметра не доехал. Такое бывает. Такое бывает, да. Соответственно, второй вагончик у нас тоже высыпался. Высыпаем третий. 38 тысяч с вагона. Как-то, я бы сказал, не очень-то и много. Да, какой-то не сильно дорогой контракт, я вам скажу. Это не круто, конечно. Это не клубника вам. Рожь это не клубника, да. Далеко не клубника. Но ничего, клубника у нас тоже вырастет. И клубнику мы тоже отвезем. Еще 38 тысяч нам падает. И высыпаем последний вагончик. Сейчас мы его тут пододвинем. Еще он тут как высыпется. Во. А тем временем МТЗшка завершила работу. И это хорошо. Пояс мы оставляем здесь и глушим его. И возвращаемся к нашим полям, к нашим тракторам. Соответственно, 4-е, 5-е поле. Тут, слушайте, а он уже нормально. А, это у нас картофанчик, е-мое. Ну, хотя, да. Более-менее он тут нормально все уже поделал. Хотя много ему еще работать. Да, много. Контракт на поставку Рожь выполнен. Говорит, еще полтора часа будет делать. А ему еще 8-е, 9-е пахать. Кошмар какой. Соответственно, народ, мы, нами, ту мешает объект. Ты чего, упал что ли? Что с тобой случилось? Ты. Ладно, я с тобой потом разберусь. Народ, в общем-то, тут сейчас у нас квалификация скоро начинается. Через полчасика надо еще в магаз успеть сгонять. В общем-то, было в планах сегодня еще повозить все это дело, добить поля. Но тут еще полтора часа будет все это делаться. Короче, давайте так. Я пока буду смотреть квалификацию. Курсплейчики будут все вот это вот делать. А потом я следом начну записывать вторую серию подряд. И мы продолжим всю нашу вакханалию. За это время тут все допашется, все перепашется, все объединится. И, короче, в следующей серии мы отведем баклажанчики и клубничку. И наберем новых контрактов. Вот. Если наберем под этой серией 500 лайков за первые сутки, точнее, до конца дня. То есть, я ее выложу, наверное, в понедельник, да? В понедельник у нас вышла эта серия. Вот до конца понедельника 500 лайкусиков мы набираем. Под первой серией, кстати, я попросил 555. Там больше косаря в течение суток набралось. Так что я знаю, вы можете. В общем-то, кому интересно, тот знает, что делать, да. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. А вот эту вот хреновину надо закрыть. Также не забывайте про комментарии и лайкусики. И, в общем-то, всем всего доброго и не болейте.